Всем привет! Сегодня мы рассмотрим такую тему, как запись сонга, песни, композиции, как вам удобно, так и называйте, на синтезаторе фирмы Корп серии ПА. Итак, мы будем сегодня записывать композицию, делать запись композиции на основе стиля, который я недавно написал, под названием PopSup. Вот, вы наблюдаете, он загружен сейчас в синтезатор. Для того, чтобы записать композицию, первое, что мы делаем, мы выбираем тот стиль, на основе которого мы будем делать запись. Итак, стиль выбран. Далее мы нажимаем кнопку Sequencer, входим в режим записи, мы видим перед собой окно Sequencer, главное окно. Следующим шагом будет нажатие кнопки Record и выпадает меню, которое нам предлагает режим записи. Мы выбираем среднюю строчку, backing sequence или quick record, это режим, с помощью которого мы будем записывать одновременно несколько дорожек, практически весь стиль. Итак, мы наблюдаем слева, что нами выбран стиль PopSup, резолюция, то есть шаг сетки составляет 16, далее темп 122, это темп нашего стиля 122, он сохраняется. Это STS, то бишь Performance под номером 1, Super Distortion в данном случае. Мы подготовились к записи, начинаем запись. Для того, чтобы ее начать, мы выбираем вариацию, с которой мы начинаем запись. Нажимаем кнопку Start-Stop и через один такт начинается наша запись. Итак, я выбрал вариацию, я нажимаю аккорд, в данном случае ля минор, именно с этого аккорда будет начинаться наша композиция. И нажимаю Start-Stop, метроном отчитывает один такт и мы начинаем запись. Мы записываем гармонию аккорда ми. Итак, поехали. При этом мы можем переключать вариации, как нам нужно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно использовать одновременно почти все функции, которые принадлежат к стилю. Например, заканчивать композицию я буду фейдом, то бишь уменьшением громкости плавной. Нажав на эту кнопку. После окончания записи мы нажимаем кнопочку Stop. В моем случае на корг P600 это кнопка Stop на плеере. А на других коргах не знаю, что именно, которые не имеют плеера, не знаю, что именно. Возможно на ту же кнопку Start-Stop вы проверьте, пожалуйста, сами на своих синтезаторах. Итак, у нас записана композиция. Для того, чтобы ее прослушать, что мы наваяли, мы нажимаем на том же плеере кнопочку Start или Play. Мы слышим, что звучат те аккорды, которые мы записали, ту гармонию, которую мы набросали для нашей будущей песни и композиции. Делаем остановку, возвращаем в начало. Для того, чтобы наполнить это довольно-таки сухое звучание, наполнить красками, мы будем использовать возможности секвенсора. Для этого мы нажимаем кнопочку Record и переходим в режим Multitrack Sequencer. Мы видим несколько иное окно перед нами, не то, которое было до этого. Это естественно, это другой режим секвенсора. Я буду коротко рассказывать о возможностях секвенсора. Они очень обширные и огромные. Вы сами, я думаю, нюансики уже разберете, либо где-то почитаете, подучитесь, либо какие-то платные уроки примите на этот счет. Я буду говорить поверхностно. Но этого будет достаточно для того, чтобы какую-то минимальную композицию, относительно красивую, полную написать. Итак, продолжаем. RecMode в левой верхней части экрана мы наблюдаем такую функцию. В данном случае по умолчанию здесь стоит функционал с названием OverWrite. Нажав на треугольничек, мы получаем доп-меню, среди которого мы наблюдаем, есть еще такой пункт меню, как OverDub. Что это означает? В случае, если мы имеем режим OverWrite. Врайт это запись. То есть это означает то, что мы, записав ту или иную дорожку, ту или иную информацию, при перезаписи этой дорожки, мы автоматически стираем то, что было ранее, и записываем новую информацию. В случае, если мы выбираем OverDub, эта функция означает то, что мы, записав какую-то информацию на какую-то определенную дорожку, можем ее дополнить, написав, записав что-то еще сверху. Я выбираю функцию OverDub, то есть я буду использовать одну дорожку неоднократно, дополняя ее определенной информацией, дополнительной, насыщая и так далее. Сейчас мы все это будем наблюдать. Каких-то дополнительных настроек здесь, в общем-то, делать не нужно. Они относительно здесь стандартные и применимы к той задаче, которая перед нами стоит. На что еще стоит обратить внимание, что мы видим перед собой 8 треков с 1 по 8, которые здесь представлены. Нажав на кнопку Track Select, мы можем наблюдать еще 8 треков, которые имеют нумерацию с 9 по 16. То есть, другими словами, мы имеем в этом случае полноценный 16-дорожечный секвенсор. Если кто знает, то дорожки с 9 по 16 предназначены для стиля. И по умолчанию, как правило, во всех синтезаторах, не только в синтезаторах фирмы KORG, 9-я дорожка, это дорожка для баса. 10-я дорожка, это дорожка для барабанов. 11-я дорожка, перкуссионная. И далее 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я. Это дорожки инструментов, именно тех, которые употребляются и применяются в стиле. В том стиле, основой которого является для нас в данном случае стиль попса. И если мы понаблюдаем, дорожка номер 12 соответствует инструмент пан-реза, соответствует инструменту аккомпанементу 1 нашего стиля. Дорожка под номером 13 гитара, дисторшн и так далее. Бас с лидом и так далее. Итак, какие возможности нам дает этот режим? Я нажимаю кнопочку Track Select, обращаем внимание на то, что инструменты здесь определенные уже стоят. Мы можем оставить эти инструменты, если нас устраивает их звук. Например, мы возьмем четвертую дорожку, здесь орган. Вот его звучание. Если нас устраивает, мы активируем дорожку для записи. Нажав на нее и наблюдаем, что вместо кнопочки обозначения с буквочкой P появляется такая кассетка красненького цвета, которая обозначает тот факт, что именно эта дорожка будет готова сейчас у нас для записи. Что в совокупности мы от этого всего имеем? Мы имеем уже записанную нашу гармонию. И нажав сейчас на начало записи, мы будем ее уже слышать. Она будет звучать на дорожках. Кстати, давайте посмотрим. Я переключился в режим дорожек с 9 по 16. Нажимаю кнопочку Play. И вы можете наблюдать, что зелененькие индикаторы горят. И мы слышим ту гармонию, которую мы записали ранее. Мы останавливаем, возвращаем в начало. Переключаемся на нашу четвертую дорожку. Подверяем то, что это орган. Приготовились записывать. Для того, чтобы сделать запись в этом режиме, мы нажимаем кнопочку не Start-Stop, а именно Play. Итак, поехали. Пробуем. Я буду накладывать сверху такие звуки, например. Продолжение следует... То есть, другими словами, я проигрываю партию органа. Продолжение следует... Нажимаем кнопку Stop. Нажимаем кнопку возврата в начало. Прослушаем то, что мы записали. Как мы слышим, уже появляется орган нашей композиции. Останавливаем, возвращаем в начало. Давайте выберем другую дорожку. Я выбираю в данном случае Distortion гитару. И буду с помощью этого инструмента насыщать, дополнять, играть и записывать. Итак, инструмент выбран. Кнопка Start. Вернее, Play. Поехали. Неудачный старт. Еще раз попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok останавливаемся выбираю следующую дорожку тоже гитарка пишем достаточно выбираем следующий инструмент кстати говоря инструменты можно менять например на третьем треке у нас стоит акустик пиано мы можем путем подбора выбора выбрать абсолютно любой другой нас устраивающий инструмент ну давайте например попробуем какие-то вот голосовые или лиды вот такой вот например и так начало поехали записывать и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы слышим, что наш клип слишком громко звучит. Давайте попробуем придать ему меньшую громкость. Послушать, что у нас выходит. Уже лучше. Субтитры подогнал «Симон» Обратите внимание, на громкости в 91, на мой взгляд, было более комфортное звучание. При остановке синтезатор вернул нам значение 127. Это то изначальное звучание, которое было записано. Поэтому для того, чтобы записать именно тот уровень громкости, который нам интересен, мы изначально его устанавливаем в 91, нажимаем кнопочку «Play» И делаем записи. Субтитры подогнал «Симон» Далее мы наблюдаем, что наша композиция наполняется дополнительными звуками, дополнительными дорожками. Звучит достаточно насыщенно. Давайте добавим еще какую-то дорожку. Например, стринги, стринги. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Далее мы создали композицию. Нас все устраивает. Для того, чтобы ее сохранить, мы нажимаем кнопочку «Record», возвращаемся в главное окно, нажимаем треугольничек с выпадающим меню с предложением «Save Song» — «Сохранить песню». В данном случае я буду сохранять на жесткий диск «Корго». При условии, если у вас подключена флешка либо SD-карта, вы это можете сделать на флешку либо SD-карту. Я это сделаю на жесткий диск «Save». Предлагает нам выбрать имя. Мы выбираем имя. Дископроба у меня уже есть. Пусть будет дископроба 1. Окей. Сохранение. Итак, мы наблюдаем, что у нас уже наша композиция есть сохраненная под названием «Дископроба 1». Давайте прослушаем. Итак, мы слышим, что все у нас получилось. А теперь это еще не все. Дело в том, что выходя из режима «Секвенсор», синтезатор нас спрашивает, удалить эту песню. Что это означает? Удалить ее из режима «Секвенсора». Но поскольку мы уже сделали сохранение нашей композиции на жесткий диск, то, соответственно, мы удаляем не саму композицию нами сохраненную, а всего лишь тот сырой вариант, который заложен в «Секвенсор» для работы. Если вы закончили работу и сохранили предварительно, вы можете смело нажимать «Ес» и выходить в режим любой другой, который вам необходим. Я думаю, что все достаточно понятно. Единственное, что хочу еще предложить, послушать варианты, которые я сделал запись в «Секвенсоре» на основе этого же стиля. Я нажимаю кнопочку «Сонгплей», выбираю композицию, которую я сделал ранее. Я ее назвал «Дископроба». Давайте просто прослушаем варианты. При этом можно сверху наигрывать. Я думаю, что все предельно понятно. Пробуйте, делайте как я, делайте лучше меня, радуйтесь, улыбайтесь. Всем пока!